Братья, какая честь находиться среди носителей царственного священства Бога. Мы живем в последние дни, во времена тяжкие. На нас, носителей священства, возложена ответственность непоколебимо стоять, вооружившись щитом веры против раскаленных стрел лукавого. Мы образец для всеобщего подражания. Мы отстаиваем неотъемлемые права и свободы, данные нам Богом. Мы стоим на защите своего дома и семьи. Однажды, когда я учился в девятом классе, я вернулся со своей первой выездной бейсбольной игры в составе школьной команды. Мой отец верно догадался, что во время долгой поездки в автобусе я был свидетелем разговоров и действий, которые не соответствовали нравственным нормам Евангелия. По профессии он был художником, и он сел рядом со мной и нарисовал рыцаря, воина, которому под силу защищать замки и царство. Пока он рисовал и читал мне Священное Писание, я узнал, как можно стать верным носителем священства, способным охранять и защищать Царство Божие. Моим руководством к действию стали слова апостола Павла. Цитирую. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чесла вашей истиной и облегшись в броню праведности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете отразить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Конец цитаты. Братья, если мы будем проявлять верность во священстве, это всеоружие станет для нас даром от Бога, и оно нам понадобится. Юноши, вашим отцам и дедам никогда не доводилось сталкиваться с искушениями, с которыми вы встречаетесь каждый день. Вы живете в последние дни. Если вашему отцу хотелось попасть в переделку, приходилось ее искать, а сейчас и искать не надо. Искушения находят вас сами. Прошу вас, не забывайте об этом. Сатана хочет завладеть вами. У двелей грех лежит. Как же противостоять его злобным нападкам? Облекитесь во все оружие Божье. Позвольте преподать вам еще один урок из моей жизни. В январе в 1982 году я выступал на Божественном Часе в студгородке университета имени Блигама Янга в Прово, штат Юта, США. Я предложил студентам представить себе, будто по одну сторону кафедры находится церковь, а на расстоянии полуметра по другую сторону мир. Так я показал им, что от мирских до нравственных норм церкви было рукой упадать, когда сам я учился в колледже. 30 лет спустя, стоя перед студентами, я объяснил, мир сильно отдалился. Он скрылся из виду. Он теперь далеко-далеко вышел за пределы этого здания и ушел на другую сторону земли. Мы, наши дети и наши внуки, должны помнить, что церковь останется на своем месте, а вот мир будет отдаляться, и пропасть между ними будет становиться все шили-шили. А потому будьте очень аккуратны. Если вы будете судить о своих поступках и нормах церкви, исходя из того, где находится мир и куда он катится, то скоро обнаружите, что вы сами оказались вовсе не там, где должны быть. В то время я и представить себе не мог, как далеко и быстро мир отойдет от данных Богом доктрин, принципов и заповедей, А вот стандарты Христа и его церкви до сих пор на своем месте. Как он сам сказал, истина пребывает во веки веков. Понимая и принимая это, мы готовимся противостоять давлению общества, насмешкам и даже дискриминации, которые исходят от мира, и некоторых из тех, кто называют себя друзьями. Большинство из нас знают людей, которые говорят, «Если хочешь быть моим другом, тебе придется принять мои ценности». Настоящий друг не просит выбирать между Евангелием и своей дружбой. выражаясь словами Павла, таковых удаляйся. Настоящий друг укрепляет нас, чтобы мы могли оставаться на тесном и узком пути. Оставаясь на евангельском пути заповедей, таинств и заветов, мы обретаем защиту и готовимся исполнять работу Бога в этом мире. Когда мы повинуемся слову мудрости, нам не приходится делать выбор, связанный с пристрастием к алкоголю, наркотикам или табаку. Если мы платим десятину, изучаем Священное Писание, принимаем крещение и конфирмацию, живем с устремлением к постоянной помощи Святого Духа, достойно принимаем причастие, соблюдаем закон целомудрия, готовимся к получению священства Мелхиседекова и заключаем священные храмовые заветы, мы тогда готовы служить. В храме мы готовимся жить по закону посвящения и даем соответствующее обещание. Способные юноши начинают жить по этому закону, стремясь получить призвание на миссию. заплатить десятину первых лет своей жизни служением Господу на миссии полного дня. Такая жертва придает им сил идти навстречу высшему завету этой жизни, к бракосочетанию, запечатыванию в храме и началу вечной семьи. Продвигаясь по этому пути, мы постепенно накапливаем духовную силу, силу применять свою свободу воли, действуя самостоятельно. Духовный рост, как юноши, так и девушек, ускорится, если они будут обращаться к новым учебным планам. В сети интернет приходи, следуй за мной. Кроме того, ваша свобода воли поможет вам развить свою личность. Открывая в себе новые дары и таланты, не забывайте, что вам могут помогать родители и наставники, но направлять вас должен Святой Дух. Решайте и действуйте самостоятельно, следуйте внутренним побуждениям, составьте план своей жизни, включив в него получение образования и профессиональную подготовку, находите новые интересы и навыки, трудитесь и становитесь независимыми, ставьте цели, искореняйте ошибки, обретайте опыт и завершайте начатое. Идя по этому пути, не забывайте участвовать в делах семьи, кворума, класса и в объединенных совместных мероприятиях. Наслаждайтесь временем, с пользой проведенной вместе. Тогда вы научитесь уважать и ценить духовные дары и вечную природу, обязанностей сыновей и дочерей Бога, дополняющих друг друга. И самое главное, веруйте в Спасителя, не бойтесь. Если мы усердно живем по Евангелию, то обретаем силу в Господе. Заручившись Его силой, мы сможем низвергать антихристов, которые говорят, ешьте, пейте и веселитесь, ибо Бог оправдает совершающего немного греха. В этом нет ничего плохого, ибо на завтра мы умрем. Конец цитаты. Силой Господней мы сможем противостоять философии или учению, которое отвергает Спасителя и противоречит великому вечному плану счастья для всех Божьих детей. Мы не имеем права торговаться об условиях этого вечного плана. Вспомните Неемию, который получил наказ построить стену для защиты Иерусалима. Людям захотелось, чтобы он сошел к ним и сдал свои позиции, но Неемия отказался. И дело не в том, что ему не хватило толерантности к окружающим. Он просто объяснил, я занят большим делом, не могу сойти, дело остановиться. Иногда нам приходится выполнять роль громад вода и принимать на себя огонь за приверженность нормам Бога и выполнение Его работы. Я свидетельствую, что нам нечего бояться, если мы прочно укоренены в Его учении. Возможно, нас ждут непонимания, критика и даже ложные обвинения. Но мы никогда не останемся в одиночестве. Наш Спаситель был презрен и умолен перед людьми. Стоять рядом с Ним наша священная привилегия. По иронии судьбы, стоять непоколебимо иногда означает сторониться дел мира и даже бежать от них. Спаситель провозгласил, «Отойди от меня сатана». Иосиф в Египте бежал от искушений жены Патифара. Олеги оставил Иерусалим и вывел свою семью в пустыню. Будьте уверены, что в свое время все жившие до нас пророки стояли непоколебимо. Нефий выполнил необыкновенное дело Господа, несмотря на удары сатаны и преследования со стороны своих братьев Ламана и Лемуила. Аминадия свидетельствовала Христе вопреки презрению, насмешкам и даже неуминуемой смерти. Две тысячи юных воинов защищали свои семьи от тех, кто попрал евангельские ценности. Мороний поднял стяг свободы, чтобы сохранить семьи и свободу вероисповедания своего народа. Самуил стоял на стене и пророчествовал о пришествии Христа, хотя в него кидали камни и пускали стрелы. Пророк Джозеф Смит восстановил Евангелие Спасителя, запечатав свое свидетельство собственной кровью. А мормонские пионеры оставались непоколебимыми перед лицом разрушительных гонений и сложностей, следуя за пророком во время великого исхода и заселения Запада. Эти великие слуги и Божьи святые смогли остаться непоколебимыми, потому что они стояли со Спасителем. Подумайте над тем, как сам Спаситель оставался непоколебимым. В юности Иисус преданно исполнял дело Своего Отца, разъясняя Евангелие ученым мужам в храме. На протяжении всего Своего служения Он вел работу священства, обучал, исцелял, прислуживал и благословлял. При необходимости Он смело выступал против зла, даже когда для этого пришлось очистить храм. И Он всегда стоял за истину, говорил ли Он или с достоинством хранил молчание. Когда же первосвященники обвинили Его перед Каифой, Иисус мудро и мужественно отказался отвечать на ложь и оставался спокойным. Находясь в Гефсиманском саду, наш Спаситель и Искупитель не отпрянул от горькой чаши Искупления. А будучи на кресте, Он продолжал страдать, исполняя волю Отца, пока наконец не смог сказать «свершилось». Откликаясь на совершенное послушание Спасителя, который стоял непоколебимо, наш Небесный Отец провозгласил «Вот, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, в котором я прославил имя мое». Мои возлюбленные, юные и взрослые братья во священстве, давайте же прославлять имя Божье, стоя непоколебимо с нашим Спасителем Иисусом Христом. Я приношу особое свидетельство о том, что Он жив, и что мы призваны святым призванием, чтобы участвовать в Его работе, а потому стойте непоколебимо на святых местах. Мы стоим на святых местах, оставаясь послушными учению нашего Бога. Непоколебимо мы в Нем, ибо Его учение священно и не подвластно общественным и политическим вением наших дней. подобно апостолу Павлу, я призываю бодрствуйте, стойте в вели, поступайте мужественно и будьте тверды о том, чтобы вы могли это делать. Я пылко молюсь во святое имя Иисуса Христа. Аминь.